Александр Крупенин спрашивает меня, почему я не присоединяюсь к инициативам российских активистов, политиков. Он перечисляет нескольких известных людей, моих друзей. Почему я не с ними? Александр, вот смотри, эта история началась на самом деле очень давно. Еще с Лерочкой, еще с Лерочкой я не был с ней знаком в 70-е, 80-е годы. Появился вот такой политик, Валерия Новодворская, которая говорила, «Я правозащитник. Я считаю, что КГБ необходима ликвидировать. Это преступная организация. Ладно бы. Народ бы согласился. Она сказала, КПСС – это преступная организация. Все беды от нее. И Советский Союз. Огромная тюрьма народов». Когда мы с ней вместе начали, эта история начала повторяться просто, ну, я не знаю, два-три раза в год. Я не буду всего перечислять. Вот Милошевич – это преступник. Его надо судить. Его надо в ГААГу. Этнические чистки. Значит, Примаков совершает ошибку, устанавливая с ним отношения и поддерживая его. Как? Это же славяне, родные. Как это можно выступать против сербов, против Милошевича? Нужно было выступать. Там Путина. Как? Вы сказали, что Путин преступник, КГБшник. Он КГБшник. Он разведчик, говорит Собчак. Он, Борис Абрамович, говорит, мы его будем контролировать, не волнуйтесь. Володя Гусинский лишает меня права выступать на НТВ во время избирательной кампании, между прочим. Вот. Это единственная была радиостанция, где меня допускали. Тогда же тоже была цензура. Где-то до 96-го года у меня была возможность выступать, ну, практически везде. Я создавал программы на Первом канале, на... везде. Вёл программы. На Первом канале была такая моя программа интервью с разными людьми, отражения. Последний раз она вышла 3-го, что ли, октября 93-го года, когда я в Рыцком искал всё, что думаю о нём. И Саша сказал, этого парня, если победим, мы повесим на Красной площади. Он не победил. Так вот, наша позиция с Лерочкой, она специальная, специфическая. Никаких тормозов. Всё по максимуму. Я это объяснял как-то журналисту, который чуть разбирался в математике. Принцип максимума Пантрягина. То есть управление всегда должно быть максимальным. Вот вы скатываетесь с горки и хотите сделать это быстрее всего. Вы должны разгонять санки до тех пор, пока только возможно, а потом тормозить так, как только возможно. Вот, это позиция. Вот вы говорите о конкретных вещах, о комитет против войны. Это всё друзья. Это Михаил Борисович Ходорковский, Миша. Это кто там, Гуриев, кто-то ещё. А Володя Карамуза, они у меня все в друзьях. Но они другие. Они меня боятся. Понимаете, этот Боровой... Все рассчитывали, ну вот, Новодворская не стала, Боровой поспокойней станет. Депутат, президент биржи. Они боятся. Я вот трибунал предложил. Тут несколько человек со мной работало, там, там, один помощник Немцова, там, ещё несколько человек, демократов, так сказать. Когда я начал разрабатывать этот текст, они просто сбежали. Они побоялись, потому что, ну, появиться в России после такого текста нельзя. Либо надо понимать, что это опасно, это опасно для жизни. А мы с Лерочкой не считали, что это критерий, который надо учитывать. Но опасно. Ну, всё опасно. Выступить против Примакова, министра иностранных дел, премьер-министра, сотрудника бывшего руководителя КГБ, ну, опасно. Ну, что же делать? Выступить против Путина опасно. Вон, убивали, Борю убили. Вот. Но это не является ограничением для меня. Ну, когда уже просто вот ходить к затылку приставлять автомат или там пистолет, ну, я уехал. А так, ну, что? Я уехал, кстати, для того, чтобы не дарить им повод такой, показать, какие они сильные. Показать, как они всё умеют, всё могут. У любого человека убить, любого. Там, гуру российского бизнеса, как меня называли там в 94-м году. Да запросто, кто такой? Депутат Госдумы, да, пошёл он. Вот. Я им не хочу делать такие подарки, поэтому я уехал. Так что, дорогой. Ох, 7 минут. Чё-то я старый стал, болтун такой. Извините. Продолжение следует. Продолжение следует...